Дорогие друзья, в эфире Матчбол. Я напомню, что целью нашей игры является выявление самой эрудированной гонболистки Ростов-Дона в области спортивных знаний. Мой сегодняшний оппонент, линейная Майя Петрова. Майя, добрый день. Здравствуйте. Майечка у нас чемпионка мира 2009 года. И в этой связи, я подумал, было бы неплохо поговорить об истории национальной сборной России. Давайте попробуем. Вопрос первый. Майя, три варианта ответа. Ни разу, один раз или два раза. В настоящий момент в наших рядах в команде Ростов-Дон две действующие чемпионки Европы. Это Соня Барьяхтарович и Анжела Булатович. А рекордсменом является по числу завоеванных титулов сборная команда Норвегии. У нее пять чемпионских знаний. Итак, сколько раз сборная России выигрывала первое место? Ни разу, один раз или два раза? Ни разу. Абсолютно правильно. Высшее достижение, выход на шведском Евро в 2006 году в финал, где мы уступили на Ровежском 27-24. Что думаешь о предстоящем Евро? 7 декабря сборная команда России стартует на нем матчем с хозяйками соревнований сборной команды Венгрии. А также в нашей отборочной группе еще такие команды, как Испания и Польша. Хорошие все сборные, сильная подгруппа у нас. И девчонкам нужно побороться, чтобы выйти дальше. Чем чемпионат Европы тяжелее, то что именно в подгруппе ты можешь уже встречаться с лидерами гонбола. Всего 16 команд вышли в финальную часть. Да. По сути, проходных матчей там не будет. Конечно. То есть, если на чемпионате мира ты можешь попасть на Анголу. Сегодня и Ангола уже не подарок. Ну, да, согласна. Не знаю, кого привести. Примерно, который уступает в классе какие-то, может быть, африканские команды. А здесь, как бы, знаем, в Европе гонбол силен. Так что, да, очень хорошая подгруппа. И я нашим девчонкам желаю выйти из подгруппы и пробиваться дальше. Сама по сборной не скучаешь? Вы знаете, у нас сейчас такой трудоемкий процесс идет. Скучать некогда, да? Скучать некогда, да. Спасибо. Вопрос номер два. Мы знаем хорошо, что сборная России четырехкратный чемпион мира. И моя представительница дружины образца 2009 года, когда она вместе с Мариной Ярцевой завоевала золотые медали. И наше достижение, четыре высших титула, является абсолютно рекордным. В каких странах сборная России завоевала чемпионские звания? Значит, это первый Италия. Италия, 2001 год. Да. Второй – это Санкт-Петербург. Россия. Кстати, в России твоя подруга Лена Слевинская завоевала золотую медаль. Да. Третья, 2007-й – это Франция. Франция. Ну и 2009-й – Китай. Блестящий ответ. Умаем матчбол и переходим к решающему третьему вопросу. В истории Олимпийских игр сборная Советского Союза, предшественница сборной команды России, дважды выигрывала золотые медали. Это был 1976-й год, Олимпиада в Москве в 1980-м году. Рекордсменом является сборная команда Дании, в активе которой три чемпионских титула. Какого наивысшего достижения добилась сборная команда России в истории летних Олимпийских игр? Именно Россия – это Пекин, второе место, где они играли с Норвегой. Майя все знает. Майя все знает. В 2008-м году в Пекине, кстати, в той команде играла Росточанка, на тот момент Яна Ускова, завоевавшая второе место. В финале наши девушки выступили норвежком в 27-34, а также в составе сборной России того образца были воспитательницы ростовского гандбола. Это Ирина Полторацкая и Оксана Роменская. Я жду Майю в следующем раунде плей-офф. Спасибо за блестящую игру. До встречи. Спасибо.